Жительница Устишима попала в Омске в неприятную ситуацию. Мать троих детей купила в городе квартиру и начала приводить ее в порядок. Женщина заключила с фирмой договор на установку натяжного потолка и заплатила аванс. А в итоге осталась и без ремонта, и без денег. Устина Зубова работает врачом в Устишимской районной больнице. После смерти мужа женщина одна воспитывает троих детей. На свои сбережения и на средства материнского капитала врач купила в Омске однокомнатную квартиру. Состояние жилья было удручающим. Устина решила установить натяжной потолок и обратилась в фирму. Ей насчитали 14 тысяч рублей и взяли аванс 10 тысяч. День монтажа переносили много раз, а когда заказчица попросила вернуть деньги, ей начали угрожать. 8 числа, во второй половине дня, около 6 часов, Тонишев Сергей Юрьевич назначил мне встречу в офисном центре, который находится на Королево-3. Когда я приехала вместе с дочерью на назначенную встречу, он находился в состоянии алкогольного опьянения, находился на территории офисного центра, получается, вместе с двумя девушками. И распивались спиртные напитки. Он угрожал мне физической расправой, в случае, если я обращусь в правоохранительные органы, что согласно договору номер 163, по условиям, которые должны были сделать мне потолки, что ничего сделано не будет и деньги возвращены тоже не будут. Женщина написала заявление в полицию. Участковый вызывал директора компании, но тот не явился на прием. Корреспонденты «Аттенны-7» многократно пытались дозвониться до сотрудника фирмы, который лично подписывал договор и брал деньги. Но тот всякий раз по различным причинам не мог разговаривать. То он работает у заказчика, то у него задымилась машина. Я сейчас не буду ничего пока говорить, я не могу. У меня за рулем я езжу. Устин установила потолок в другой компании. Но полицейские пообещали женщине в ближайшее время найти директора компании, чтобы призвать его к ответу. Для матери троих детей 10 тысяч – значительная сумма. На эти деньги Устина могла бы старших сына и дочь подготовить к школе.